«Меня зовут Ольга Васильевна. Мне 45 лет. За плечами три неудачных брака. Нет, они, возможно, удачные, но очень уж кратковременные. У меня есть взрослый сыночек, который сам уже женат. Как на женщине я на себе крест ставить не собираюсь. Молодая и красивая. Мужички в нашем селе только так глазами стреляют, когда их Мегеры не рядом. А как с женами, идеальные мужи? Бабы сельские меня не очень любят. Я для них как красная тряпка для быка. Я к этому уже привыкла. Поэтому и подруг близких у меня нет. Так, подсоседски могу поболтать с Зинкой. И все на этом. Работаю я на ферме. Отвечаю за удой молока наших буренок. Сейчас то вручную доярки уже не действует, все электрическое. Но учет то вести надо. Болтала я как-то летним вечерком с Зинкой. На лавочке моей сидели, семки лузгали. Она мне говорит, племянник мой должен приехать. Там вашему начальнику кузнец на работу потребовался. Я своему Никитке и позвонила сразу. Он в соседнем селе живет. Работящий, только вот у них там зарабатывать негде. Я эту информацию как-то через уши пропустила, значения не придала. Где-то через недельку пришла я на работу. На ферму я прихожу одна из первых. Потом девчонки доярки подходят. Смотрю, а на дворе фермерском незнакомый кто-то ходит. Я сразу не поняла. Может, вор какой решил наших коровок себе забрать? Я для самозащиты взяла лопату и украдкой вышла во двор. «Тебе чего тут надо? Что ты тут забыл?» Сделала я голос пониже и построже. Паренек резко развернулся ко мне. Видать, сам напугался, не ожидал такого. Так я начальника жду. Устраиваться пришел на работу. «Не бейте только», — пошутил он и одарил меня лучезарной улыбкой. «Мне так смешно стало от этой ситуации». Я рассмеялась в голос. «Это ты Зинкин племянник, что ли?» Сквозь смех выдавила я. Он махнул головой. Так и познакомились. До прихода нашего Петровича был еще целый час, и я предложила новенькому посидеть у меня в подсобке. Никита рассказал, что работать хочет, а в их деревне с этим проблемы большие. Вот и приехал к тетке пожить. Через час я отвела Никиту к Петровичу нашему, познакомила. Так и начался его первый рабочий день. Время летело, Никита работал на нашей ферме. Кузнец-то на каждом предприятии пригодится. Слышала я, что хвалят его. А девчонки мои молодые все хихикали, когда мимо него проходили. И так мне нравилась такая обстановка. На ферме хоть жизнь какая-то заиграла. Все заигрывают, подмигивают, соревнуются, кому он больше раз улыбнулся. Я и сама отметила, что парень он видный, интересный. Только я его как сына воспринимала. А он ко мне частенько в подсобку заглядывал, то спросить что, по работе, то за другим советом. Так пролетело еще полгода. Наступила зима. Никита полностью влился в наш коллектив. О влюбленных девчонок стало еще больше. Прихожу я как-то рано утром на работу, а у меня на столе что-то лежит. Я сначала не разглядела. Свет включила, а там — роза из железа. Я так и ахнула. Такой красоты никогда не видела. Долго думать, от кого такой подарок не пришлось. Кузнец-то у нас единственный имеется. Приятно мне было получить такой подарок, не скрою. Только как реагировать на это, я не знала. Когда наш кузнец пришел на работу, поблагодарила его. А он так в улыбке и расплылся. Начала я понимать, что он ко мне в подсобку, не как к знакомой тете Оле заходит так часто. А теперь еще и роза эта. Страшно мне почему-то было. И мысли всякие я от себя отгонять стала. Но в глубине души то я тоже чувствовала, что отношусь к нему не как к племяннику своей соседки. Притягивала меня к нему, как к мужчине. Однажды я задержалась допоздна на работе. Надо было отчет поудую сдать. На улице темень и снега намело. Все давно домой уже поуходили. А у меня в подсобке резко свет отключился. У нас бывает такое в морозы. Начала я фонариком светить, чтобы пробки проверить. Слышу, в подсобке дверь открылась. Меня прям холодным потом как обдало. Оборачиваюсь резко, а там кузнец наш на пороге. — Тетя Оль, давай я сам все сделаю. Поковырялся в электрике, свет и загорелся. — Ты, может, еще электриком к нам на ферму на полставки пойдешь? Рассмеялась я, ты чего до сих пор на работе торчишь? — Вас жду. На улице темно уже очень. Хотел до дома вас довезти. Я от этих слов покраснела, как девчонка. Давно мне такого никто не говорил. Начала я собираться, как вдруг обернулась, а Никита уже рядом. Провел он мне нежно по лицу рукой. Волосы с глаз убрал и поцеловал. Я так и обалдела, но почувствовала, что обмякла в руках его сильных. Даже сопротивляться не стала. Скорее, даже не могла. Не знала я раньше, что молодой парень может быть настолько мужественным и обходительным. В эту ночь остались мы ночевать в нашей подсобке. Благо обогреватели и раскладушка у меня были. Утром, до прихода всех работников, Никита ушел в свой рабочий цех, а я осталась у себя. Целый день, когда мы случайно пересекались на общей территории, на наших лицах скользила улыбка. Мы просто не могли ее сдержать. Через неделю я пригласила Никиту к себе домой. Мы провели отличные выходные. Я никогда не думала, что в таком молодом человеке может быть столько мужества, ответственности за женщину и уверенности. Он сделал все мужские дела в моем доме, которые мои бывшие мужья делать не умели или не хотели. Так мы скрывали наши отношения несколько месяцев. Пока Зинка не узнала обо всем. Она прибежала ко мне с красным лицом. Кричала, что я совратила ее племянника и другие плохие слова. Я молчала в ответ. Ведь так должно быть и есть. Молодой паренек и зрелая женщина. Только этот паренек стал главным мужчиной в моей жизни, а я для него главной женщиной. На следующий день новость уже разнеслась по ферме. Косые взгляды, обиженные влюбленные девчонки и шепот за моей спиной. Вечером я пришла домой и горько разрыдалась. Почему мужчина моей мечты, с которым я готова прожить всю свою жизнь, родился на восемнадцать лет позже меня? И так жалко мне себя стало, так обидно. Но тут пришел Никита. Давай собирай свои вещи. «Мы с тобой переезжаем», — уверенным голосом сказал он мне. «Никита, не чуди. Куда мы поедем? А работа, а дом? Да и зачем я тебе такая старая нужна? Если бы не нужна была, я бы не пришел. Поедем в райцентр жить. Мне там работу хорошую предложили. Пока квартиру снимать будем, а потом твой дом продадим, свое купим». Я сначала не воспринимала это всерьез. Он сказал мне переспать с этой мыслью ночь, а наутро дать ему ответ. И вы знаете что? Утром все встало на свои места. А что меня держит в этой глубинке? Я взрослая женщина и имею право на счастье. Я позвонила ему и сказала, что согласна. Так мы переехали в наше уютное, пока еще съемное, но гнездышко. Скоро планируем продать мой дом в деревне и купить маленькую квартирку. «А нам больше ничего и не надо. Просто быть рядом. И не важно, что он может меня бросить через десять лет, как это говорят все мои знакомые. Мы счастливы в сегодняшнем дне. И это самый мужественный, ответственный и верный мужчина в моей жизни. А как бы вы поступили на моем месте? Отказались ли от своей любви?»